Каждый день противостояния они обращают себе на финансовую пользу. Все эти номиналы коллективного Запада уже просто давно говорящие головы. И обломавшись у вас, решили все-таки идти на прямое военное столкновение. А собственно говоря, Россия еще толком на санкционную войну и не являлась. Им тогда еще никто не отрубил. Вот эта вот публика как раз сейчас и взорвет Европу изнутри. Нас ждет масштабная смена элитов на настоящие элиты. Они готовы действительно терпеть, что их приравнивают к афганской борзой, лишь бы не с Россией. Мы им гнеем дело реально с инфернальными безумцами. Их можно только разбить на голову, как в 45-м. И по-другому просто никак. Они не договороспособны. Точка. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас, особенно в преддверии Большого Праздника, Православной Пасхи. С чем, собственно, вас поздравляем. Этот праздник приносит очередные новости из Украины. Давайте из последнего. Инициатива о пасхальном перемирии, так называемом, которое уже известно, что не состоится. На ваш взгляд, почему украинская страна так легко и быстро согласилась на это перемирие? Перемирие им необходимо было исключительно для того, чтобы получить хоть какую-то передышку, может попытаться как-то перегруппироваться, может как-то поиграть в пиар с нашими уважаемыми западными партнерами. В любом случае, каждый день противостояния они обращают себе на финансовую пользу. Не секрет, что они торгуют оружием, не секрет, что они вывозят из Украины все, что только могут вывезти. То есть все это прекрасно знают, и каждый лишний день, который они держатся у власти, приносят им весьма неиллюзорные дивиденды. Ну а нашим западным партнерам тем более, потому что наши западные партнеры тоже грабят под эту сурдинку свои народы, так что аж гай шумит. Поэтому, конечно, почему им 4 дня лишних не продержаться? Естественно, Россия прогнозировано отказалась, как и следовало ожидать. Ну, просто, видите, такая штука очень тонкая. Религиозные чувства всегда очень тонкая вещь. И ведь со стороны Украины подается это так, что россияне чуть ли не безбожники. Мол, тут большой праздник, всем бы замириться, ну хотя бы на время. А смотрите, они отказываются. Это люди, которые устроили церковный расход, которые сейчас, пользуясь вот этой ситуацией, отжимают храмы и приходы у канонической православной церкви. Поэтому вот всерьез воспринимать их претензии насчет религиозных тем, это, мягко говоря, смешно. Поэтому никто и не воспринимает. Ну, все поняли, зачем им это надо. О том, что и как воспринимать всерьез. Вот из последних заявлений действующего президента Украины Владимира Зеленского, вот из интервью CNN буквально неделю назад, цитирую, мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет, если понадобится. И в этом же интервью он говорит о том, что, ну, чем быстрее мы договоримся, тем меньше людей пострадает. В одном интервью, собственно, такое противоречие самому себе. Зрители и слушатели наших зелебогусов – это люди без какого-либо критического мышления в принципе. В его речах каждый из них слышит то, что хочет слышать, и отфильтровывает то, что не укладывается в их извращенную картину мира. В принципе, все прекрасно понимают, что война идет совершенно не между Соларейком и Россией, а война идет между абсолютно всем сплотившимся коллективным Западом, несмотря на всякие внутренние противоречия между Британией и Германией, например. Вот и все. То есть это все прекрасно понимают, что Соларейх был выращен на убой именно для того, чтобы вот просто первым резервом убиться об Россию. Сейчас вот и происходит процесс убивания Соларейха об Россию. Пока что коллективный Запад участвует исключительно деньгами, техникой, вооружением, санкциями. Но еще не факт, собственно говоря, что какая-нибудь Польша не нападет на Белоруссию, например, с целью открытия там условного второго фронта. Тем более, что поляки визжат об этом уже очень давно, концентрируют войска на границе. И все понимают, что в принципе, скорее всего, вступление именно человеческим ресурсом в эту бойню коллективного Запада не за горами и случится непосредственно после того, как самоубьется об Россию, взращены именно нацистские Солары. То есть мы все понимаем, что это только первый этап этой войны. На самом деле они уже прекращают выплаты по территориям, которые в принципе считают потерянными, там Херсон, Николаев и все такое. Ну и как бы они в своем репертуаре. Все это мы уже наблюдали по Крыму, еще во времена Порошенко. Да, и сейчас, дели богу, идут примерно тем же путем. Так что всю их болтовню воспринимать всерьез, я не знаю, просто кем надо быть. Они себя уже в принципе давно дискредитировали, и вся их болтовня – это просто белый шут. Если России надо узнать, что именно имеют в виду западные партнеры, то беседовать надо непосредственно с ними. Несколько дней назад в уставе Марии Захаровой российский МИД сказал, что не доверяет украинской стороне в переговорном процессе, и при таком уровне доверия, на ваш взгляд, как вообще, ну в любом случае, любой конфликт, ну так или иначе, он будет заканчиваться переговорами, какими-то, где-то. Но при таком уровне доверия сегодня сторон, как вообще должен и может быть организован переговорный процесс? Переговорный процесс не прекращается. Россияне сами говорят прямым текстом, что разговаривают со Штатами или с Европой, даже несмотря на нынешнюю тяжелую дипломатическую ситуацию. Понятно, что центр принятия решений находится в Пентагоне, в МИ-6 и в прочих структурах коллективного Запада. А так поговорить-то, конечно, можно, но есть ли смысл тратить время? Я думаю, что это время тратится исключительно на частные вопросы, обменять пленного Х на пленного У и не более. А с коллективным Западом, конечно, беседы продолжаются. И вовсе не на этом уровне, о котором говорит якобы Захарова. Вы упомянули о том, что стоит опасаться агрессии, допустим, со стороны Польши, но надо же понимать, что Польша — это член НАТО. И если, не дай бог, конечно, такое случится, то мы получаем, ну, как бы это грустно и вместе с тем громко не звучало, конфликт мирового уровня, который выходит за пределы локального. Вместе с тем, опять же, вот заявление немецкого канцлера Шольца, я попробую процитировать. Вот 19 апреля, это по итогам его переговоров с руководителями G7 и Джо Байденом, мы все едины в том, что масштабная поддержка Украины должна быть, но никакого участия НАТО, это говорит Олаф Шольц. Я прекрасно понимаю, что на войне все средства хороши, и сейчас любая из сторон использует все возможные способы, ну, как это по-русски сказать, чтобы надурить противника, да? Ну, все-таки канцлер Германии из канцлер Германии, ну, пока, во всяком случае, такое к нему отношение. К заявлениям никого из этих номиналов не стоит относиться серьезно. Вы еще на Анну Лену Бербов сошлитесь. Ну, это же просто смешно. Сейчас, к сожалению, время номиналов. Вот последние динозавры остаются, типа вашего Лукашенко или Путина, которые хотя бы от своего имени выступают. Ну, и китайцы, естественно, а как же? Все эти номиналы коллективного Запада уже просто давно говорящие головы. Ну, что Зеленский, что Макрон, что какой-то Шольц, что еще кто-то, что Джонсон. Ну, они же просто самые настоящие клоуны. Я уже не говорю про дедушку Альцгеймера Байдена, который просто гальванизированный труп. И всем прекрасно понятно, что какие-то силы, аффилированные с демократической партией США, и, скорее всего, со стопроцентной вероятностью практически, с военно-промышленным комплексом США, потому что они главные выгодоприобретатели всего этого ужаса, который у нас творится. Вот они и стоят. Они и есть настоящие решалы. Ну, получается, тогда и переговоры надо с ними вести, собственно, ну, реальные переговоры, а не переговоры ради поговорить. Да, вот с этими людьми, скорее всего, какие-то переговоры ведутся. Но нам никогда, конечно, никто не расскажет даже о том, что они в принципе ведутся. А все эти имитации номиналов, они только для того, чтобы чем-то заполнить информационное пространство. Ну, нельзя же всерьез считать Джо Байдена в его нынешнем состоянии, хотя раньше дедушка был на самом деле, о-бу-бу, еще несколько лет назад он вполне себе был в повесточке. Вы помните, как он разговаривал с Порошенко, вникал. Но сейчас дедушка Байден, ну, он действительно, он здоровается с невидимыми человечками, пугается кроликов, путает имена своей родни. Ну, понятно, что он уже давно ничем не управляет. А если не управляет он, значит, управляют другие. А вот ведутся ли с этими другими переговоры, ну, кто же это может знать? Я думаю, что ведутся, потому что на самом деле все-всех знают. Все знают, кто на самом деле что решает. Но эти люди никогда не скажут на публику, что они с кем-то там общаются. Макрон играет свою роль, Шольц играет свою роль, Джонсон и так далее и тому подобное. А истинные решалы мира сего в наши времена скрыты тьмой войны. Буквально за неделю до того, как началась военная операция на Украине, вы выступали перед Советом безопасности ООН в качестве свидетеля. И тогда, в общем-то, обвинили фактически Запад в том, что он провоцирует войну в Украине и в том, что они ничего не сделали для того, чтобы минские соглашения, которые были подписаны здесь у нас, выполнялись. Соглашение Нормандской четверки. Ну, что произошло потом, мы уже все знаем, да? То есть, по факту. Мне интересно, вот, как вы почувствовали реакцию на свои слова в зале, эмоциональную, возможно. Возможно, где-то в кулуарах какие-то мнения вам высказывали люди, которые, может быть, с трибуны не сказали бы никогда ничего. Ну, там было все очевидно. Те, кто выступали после меня и упомянули меня, можно сказать, на дипломатическом языке оказали мне, так сказать, поддержку. Китай, Объединенные Арабские Эмираты, ряд других стран, ну, главное, конечно, Китай. А те, кто обо мне не упомянул, ну, понятно, на чьей они стороне. Такой вот язык дипломатии. Разумеется, я не сказала прожженным дипломатам абсолютно ничего нового. Они великолепно все это знали. Что касается меня, то я изначально, с самого Майдана, пыталась донести до россиян. Я кричала криком, что это не мы им нужны. Украина для них просто транзитная шахматная доска, по которой они собираются идти в Россию. Меня оскорбляли, унижали, обзывали тупой хохлукой, говорили, что это вы там тупые хохлы, прыгаете в кастрюлях на Майдане. А мы не такие, мы ждем трамвая. Когда все это случилось в Белоруссии, я начала проводить параллели. Ну, вы сами все это знаете. Я стала говорить, смотрите, это не имеет никакого значения, вот это вот все прозападные люди в наших странах. Будет это майданные кастрюли, будет это ваше змогарье, будет российская либерда. Это все агенты влияния Запада, которые используются Западом только для того, чтобы нас всех передушить поодиночке. Но, к счастью, белорусы все-таки сделали выводы после нашего Майдана, потому что увидели, к чему это приводит. Очень жестко и хорошо, что зачистили всю свою змогарскую тусовочку. И после вот этого жесточайшего древесного обламинга, который случился с коллективным западом в Белоруссии, лично мне стало понятно, что просто больше нечего ловить. На самом деле война должна была начинаться в 16-17 году, по моему мнению. Но тут случился внезапный черный лебедь. Победил Трамп, которому эта вся война даром была не нужна. У него своя концепция, как у республиканцев, в каком порядке с кем там надо воевать, как с Россией, как с Китаем. Но второй раз Трампу по беспределу победить не дали, и стало понятно, что война уже вот-вот-вот назревает. Я-то в течение всех этих лет прекрасно видела, что творяет коллективный запад в нашем Соларейке. Что? Просто пренебрегая абсолютно всем, образованием, наукой, социалкой, медициной, всем-всем-всем, абсолютно все ресурсы кидаются на армию. Копаются укрепления на линии соприкосновения, которые до сих пор, почти за два месяца, российская армия не может вскрыть. Вы можете себе представить, как они готовились? Я говорила россиянам, что вот-вот оно назревает. Сейчас Донбасс на линии соприкосновения. Они страстотерпцы просто, самые настоящие. Сдерживают вот это вот все. Но это не может быть вечным. Они терпят вот это вот, этот ад, вот эти обстрелы, тяжелые артиллерии. Но рано или поздно это прорвет, потому что не просто так коллективный Запад накачивал оружием. И самое обидное, идеологии. Вот этой вот нацистской идеологии, как теперь все видят, пронзившей все слои украинского общества. И это очень печально, что на это никто не обращал внимания. И все наши крики, что идут за вами, а мы никому не нужны, мы просто мясо. Мы выращенные искусственно, чтобы об вас разбиться, просто натыкались на глухую стену непонимания. Но потом внезапно что-то случилось. Я уж не знаю, что. Но до кого-то наконец-то дошло в российских сверхах, что все именно так, как я говорила с 2014 года. И вот теперь даже в Крым прилетает. Вот вчера что-то прилетело. Прилетает уже в российские приграничные области. То есть, когда я говорила, что это Запад идет на вас войной, это оказалось не моими фантазиями, а самой, что ни на есть, чистейшей правдой. И у меня только один вопрос. Почему об этом почему-то не догадывались люди, которые обязаны были это знать наверняка? Потому что я в конце концов простой адвокат, а там целые генштабы, разведки и так далее. То есть, еще предстоит выяснить, как так получилось, что 8 лет никто не замечал очевидного. Но вот видите, решили они все-таки пойти в обход и захватить плацдарм в Белоруссии. Ну, наверное, потому что перевыборы под какую-то все-таки легитимную дату надо было это подгадать. Если бы выборы были в другое время, кто его знает, что бы решил там коллективный запад. Но они пошли на вас войной, они посмотрели, что Россия все-таки вас поддержала, союзное государство наконец-то ожило. И, обломавшись у вас, решили все-таки идти на прямое военное столкновение. Ну, вот оно, прямое военное столкновение, которое назревало, повторюсь, момента, когда первый булыжник и первый коктейль Молотова полетел в ВВшников и Беркутов на Майдане. Это просто отложенная война. Это бумеранг, зависящий в области на 8 лет, который наконец-то прилетел по безмозглым головам тех, кто должен был знать, как оно будет. Вы упомянули о том, что не так много осталось, в общем-то, в действующей политике людей, которые говорят сами за себя. Ну, и от себя, и от своих народов. Да, Владимир Путин, да, Александр Лукашенко. В 2020 году, я помню ваши комментарии, вы говорили о том, что Беларусь прошла по краю пропасти тогда. Один из недавних, опять же, ваших комментариев, что да, я сейчас Лукашенко, мы все-таки в Беларуси. Он не без недостатков, но вместе с тем ему удалось удержать страну. Но вообще, на ваш взгляд, каким должен быть современный лидер, какими качествами обладать, и какой лидер все-таки должен появиться рано или поздно? Я думаю, когда-то это произойдет и на Украине, чтобы все-таки каким-то образом попытаться сконсоризировать эту страну и сохранить ее, собственно. Лидеры во все времена должны быть одинаковыми. Адекватно оценивать собственный ресурс, делегировать полномочия вменяемым достойным людям, а не какой-то там шайке блатных и нищих, которые умеют только пилить бюджет. Лидер должен создать систему продвижения именно достойных, альтруистичных людей. Полностью отодвигать бизнесменов от принятия каких-либо властно-распорядительных решений. Потому что нет ничего хуже для любого государства, чем барыги, влияющие на приятие каких-либо решений. Не должны купцы, бизнесмены, предприниматели заниматься ничем, кроме того, к чему они приспособлены. Концентрации к зарабатыванию денег. Но они всегда будут решать только для себя, для своего кармана. А государственный деятель, лидер должен заботиться обо всем обществе в целом. Поэтому категорически никаких предпринимателей и близко не должно быть возле властных структур. С ними можно советоваться, с правом совещательного голоса, но не более. И это именно то, что погубило практически капитализм на наших глазах. Это именно то, что угробило коллективный запад. Допуск всех этих финансовых элит к принятию решений. Вот они их и допринимались. Они принимали решения исключительно для себя родимых. Как бы побольше украсть, как бы вывести в офшоры, наплевав на свои народы. И сейчас мы видим апофеоз того, что случилось. Обратите внимание, не все пляшут под дубку военно-промышленного комплекса США. Китайцы уже карикатуры рисуют, что Украину пустят как первый флагман, так сказать, убийца. Об Россию с Китаем. А второй угробит Европу. И мы сейчас с ужасом наблюдаем, что даже те европейские страны, которые казались нам более-менее продвинутыми. Типа лидеры, заботящиеся о своем народе и все такое. Мы увидели, что все они номиналы. Они все действуют во вред своим народам. В угоду финансовым корпорациям. Я уже не говорю про COVID. Все мы знаем, кто единственный фактически устоял против всего этого маразма. Потому что не было никаких, собственно говоря, финансовых причин. Играть в эти все QR-коды и в прочие игры. И вот мы видим, где наиболее... Все знают, я скажу, это вслух. Это... Гнобление людей. Республика Беларусь. Да, да, да. И вот теперь оказалось, что где самые жесткие правила гнобления людей, там элиты наиболее коррумпированы фармкорпорациями. И причем, обратите внимание, фармкорпорации удушили абсолютно весь бизнес, потому что они имели возможность наиболее жестко и круто коррумпировать своих политиков. А весь остальной бизнес оказался в загоне. Вы все это поводили. А что теперь с авиацией? Как там с ресторанным бизнесом, с туризмом? Эти бизнесмены оказались сожраны непомерно жадными фармкорпорациями. Вот мы все это видим. Вот что бывает, когда государственные деятели оказываются обычными барыгами. Вместо того, чтобы оказываться истинно государственными деятелями и заботиться обо всем обществе. В том числе о больных, несчастных, малых, слабых. Как только бизнес начинает принимать какие-то решения, все. Считайте, что страна и общество погибло. Если говорить о государственности, есть такое мнение, что все, что сейчас происходит на Украине, но коль уж мы ее в большей степени обсуждаем, как и внутри политические решения, так и во внешней политике, верно ведут к утере государственности для Украины. Никакой государственности и субъектности у Украины нет с 2013-2014 годов. Как только Украина была захвачена... Речь о том, что не останется даже внешних атрибутов, которые есть сейчас. Украина была в 2013-2014 годах захвачена коллективным западом и превращена в квази-государственное образование Соларей. Единственное предназначение которого было путем русофобии, нацизма и излишней милитаризации самоубийца об Россию, нанеся ей максимально возможный ущерб и по максимуму запачкав кровью братские народы. Поэтому ни о какой государственности Украины говорить просто не приходится. Ее нет от слова совсем с 2013-2014 годов. Ну а что будет дальше, мы посмотрим. Страна Украина никуда не исчезнет. Украинцы никуда не исчезнут. Ну вот народ точно никуда не исчезнет. Ничего никуда не исчезнет. Оно все останется. А вот в каком виде будет государственность, потому что без государственности тоже нельзя, федерация, конфедерация, союзное государство, СССР-2, не имеет уже особого значения. Это мы, я надеюсь, три братских народа как минимум построим все вместе, потому что у нас нет другого выхода. Если мы не объединимся, то коллективный запад нас добьет. А наша цель победить в этой бойне с коллективным западом, так как это сделали наши великие предки в 45-м году. Когда тоже против нас был весь коллективный запад, что бы они там ни рассказывали. Теперь-то мы уже видим, как оно было на самом деле. Как говорится в старом анекдоте, а прав был наш партор. И в газете «Правду» писали правду. Ну, коль уж помянули о Великой Победе, тоже скоро будем отмечать очередную годовщину. И видим уже на протяжении многих лет, собственно, последних, ну и особенно сейчас, это какая-то новая волна, в преддверии 9 мая, переписывание и искажение исторических фактов, вандализма в отношении памятников советским воинам в Европе. Запреты на государственном уровне с адскими штрафами, георгиевских ленточек, ну, казалось бы. Непонятно, что на самом деле это происходит во многих европейских странах, которые сами очень серьезно пострадали тогда от фашизма. И это все творят те же самые коллективно-западные продажные элитки, которые предали свои народы. И обрекли их на экономические ужасы, которые вот-вот начнутся в Европе. У них же нет такого опыта выживания, как у нас. Мы в этом непревзойденные после 90-х. Что сейчас будут делать европейские народы, погрязшие в сытости и хорошей жизни за чужой счет, за счет стран 3-го, 4-го, 5-го мира, мы как раз увидим. Ну, я думаю, они приспособятся, ничем же там люди не глупее нас. Тяжело им, конечно, будет. Это мы-то знаем, чего он грядет. Вот эти коррумпированные продажные элиты бросают в топку уже последние свои снаряды. Они пытаются просто вызвать звериную ненависть к ним. И я вот настаиваю на том, что звериная ненависть у нас должна быть именно к этим продажным элиткам, а вовсе не к обычным, зазомбированным людям, которые точно так же зазомбированы, так вот у нас народ в Соларынии. Точно так же зомбируют западные народы. Точно так же пытаются придушить любую возможность сопротивления всеми этими драконовскими штрафами и всем остальным. Но я думаю, что они перегнули патолку, потому что очень многим не нравится то, что они творят. Вот я с особым нетерпением буду наблюдать, что будет 9 мая в Молдавии. Потому что наиболее омерзительно повела себя Майя Санды. Говорить такие вещи о выбрасывании Георгиевской ленты на помойку истории, ну это уже, она просто изо всех сил делает все, чтобы максимально раздраконить людей на постсоветском пространстве, тех людей, которые не забыли наших великих предков и общую победу. Ну и примерно то же самое происходит по всему коллективному западу. Элитки пытаются максимально разорвать людей и рассорить тех, кто за и тех, кто против. Поэтому мы видим, собственно говоря, финальную стадию. Я не знаю, что они еще придумают. Вот у меня просто не хватает фантазии вообразить. И мне все-таки кажется, что снаряды у коллективного запада уже заканчиваются. Шестой пакет санкций отправился в пакет с предыдущими санкциями. Что они еще могут придумать? Вот даже не представляю. Они уже конфисковали все, что только могли, ограбили всеми возможными средствами, а, собственно говоря, Россия еще толком на санкционную войну и не являлась. Им тогда еще никто не отрубил. И нефть тоже. Это именно то, что я и говорила о своей последней фразе на заседании Совбеза ООН. Мы еще посмотрим, кто победит в санкционной войне. Сейчас пока еще я рассматриваю как позиционные бои. А вот эти все омерзительные запреты 9 мая, Георгиевский хрен и так далее, это просто, чтобы как можно сильнее раздраконить, чтобы война не прекратилась ни в коем случае, чтобы отрезать все пути к отступлению, все возможности переговоров. Но даже уже западные политики, какими бы номинальными или не очень они были, все больше и чаще признают, что, в общем-то, вот те меры экономической войны, которые уже приняты Западом, они, собственно, не сработали. И они уже приходят к пониманию того, что вряд ли и сработают. А Россия, как вы правильно отметили, еще толком на войну и не являлась. Уже есть куча опросов, как относятся народы до всей этой ситуации. Во всех странах примерно одно и то же самое. Самый апофеоз, конечно, в Америке, где всего 6% согласны обвинять в произошедшем, в диких ценах на заправках, в дефиците, в повышении цен на продукты питания Путина. Все остальные, кроме этих 6%, обвиняют таки Байдена и демократов. Как внезапно. Думаю, что в Европе то же самое и истинные, собственные результаты опросов нам никто не показывает. Показывают нечто фифти-фифти, но на самом деле, что те же самые 6%, я думаю, и в Европе. Все остальные не так глупые, чтобы не понимать, что на самом деле творят их руководители. Но просто еще не дошло до той стадии, чтобы люди реально уже серьезно почувствовали на своих кошельках, в своих холодильниках, что творится. Потому что накачка идет со страшной силой. Но сколько не накачивает, все равно прорвет. Кушать-то что-то хочется. Вот этот весь медовый месяц с нашими беженцами, я думаю, уже очень скоро закончится. Потому что я примерно знаю контингент, который удрал в эти все Европы. Ну, вы прекрасно знаете психотип вашего жмогорья. Наши кастрюли там Либерда они примерно такие же. Им все должны, они недооцененные, но коллективный запад много лет им рассказывал, какие они уникальны. А теперь они сталкиваются с суровой реальностью. Оказывается, что в Германии сидеть на пособии не получится, что надо идти работать. А работать экономически бессмысленно, потому что зарплата примерно такая же, как и пособие. Ну, сидеть на пособии тебе не дадут, а не будешь ходить на работу, тебе срежут пособия. А они, как ни странно, привыкли в Украине жить гораздо лучше, чем они сейчас живут в Германии. Они думали, что там рай и небесный, но сейчас их розовые очки разбились вовнутрь. И люди уже в этих странах, где беженцы, совершенно не понимают, а что это за странные такие беженцы. Особенно западная Украина отличилась, которая опоздавала свои квартиры беженцам с Востока, особенно семьям с мужчинами, которых не выпускают, а сами приехали имитируют из себя беженцам. И вот это вот все накручиваясь и раскручиваясь, рано или поздно взорвется. Вот поэтому они тянут военные действия по максимуму, уничтожая украинский народ и заливая кровью российский, чтобы вот потянуть, 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 а вдруг что-то там случится. Это знаете, как 15-летняя школьница, залетевшая на письки, отказывается сказать маме, что она беременна, а вдруг рассосется. Вот эти все западные лидеры мне вот эту школьницу сейчас и напоминают, потому что все понимают, что взрыв будет, что нигде не возьмешь деньги, если их нет. Даже если их напечатаешь, будет просто дичайшая им пляж. что они будут объяснять своим народом, куда они денут эти 5 миллионов беженцев, большинство из которых работать не хотят и никогда не будут, я не представляю. Я не хаю огульно всех, есть люди, которые хотят и могут работать, но я просто знаю этот контингент, всех этих майданутых, вы знаете ваших Змогаревых, но они все везде одинаково, это люди, которые хотят ничего не делая, что-то получать. вот эта публика как раз сейчас и взорвет Европу изнутри. Многие уже смеются, что это и есть секретное оружие Путина, потому что они раскрашивают статуи средневековые, желто-голубые цвета, они портят кинущество, они устраивают драки и скандалы, они ведут себя припохабнейше, и об этом есть уже масса свидетельств людей, которые в шоке от того, что творится. И вот вопрос только во времени, когда закончится этот медовый месяц. У меня такое ощущение, что Запад, как и с Белоруссией, кинул все в копку, не имея плана В. Потому что это было очень смешно. Вот они обломались в Белоруссии, их оттуда полностью всех выгнали, агентуру зачистили, никого у них не осталось. Возможности влиять на ситуацию изнутри тоже. Вот сейчас такое ощущение, что они вбросили все свои санкции, всех абсолютно видов, и беженцев, и экономические, и все это ломание памятников и так далее в надежде, что в России случится какой-то взрыв. Поэтому вот посмотрим, кто еще победит. Такое ощущение, что нас ждет масштабная смена элитов на настоящие элиты. И я сейчас просто зримо наблюдаю, как встает новая элита взамен вот этому вот отребью, которое и довело свои страны и народы до такой ситуации. и дало основание коллективному Западу считать, что нас можно взять голыми руками, победить нас и еще лет 20-30-40, сколько получится, паразитировать на нашем трупе. Нет, не получится. Наши народы восстали. Я думаю, что сметут эти элитки и заменят на достойные элиты, в том числе и военные. Вообще непонятно, как Европа наступает на одни и те же грабли. Мы помним волну беженцев с Ближнего Востока и Азии, собственно, из государств, где Европейский Союз вместе с Соединенными Штатами сеял активно разруху и получил себе привет в виде миллионов беженцев. Только-только европейская экономика как-то начала оправляться от ковида, и тут новые миллионы уже из Украины. Как ни крути, это огромная нагрузка на бюджеты всех этих стран. Конечно, есть мнение, что таким образом Соединенные Штаты разрушают Европу и европейскую экономику. Наверное, тут есть доля правды, но если даже так, то где же здравый смысл, где прагматизм, где желание сделать лучше что-то для своих людей и у европейских политиков? Неужели настолько они оторваны уже от жизни? Я всегда говорила, что наша доморощенная коррупция, которой мы все очень пламенно возмущаемся, это детский лепет по сравнению с мега коррупцией, которая процветает на коллективном западе. И одна из ликов этой коррупции это распил на беженцах. Поговорите просто с любыми людьми, которые занимаются всей этой беженской темой в любой европейской стране. Это такие распилы, которые даже не снились нашим доморощенным коррупционерам, всяким там бабарикам и кому угодно. Вот такое ощущение, многие мне говорили люди, особенно немцы, вот после этого нашествия сирийцев, что сами сирийцы вполне достойные люди. Наши кастрюли по сравнению с ними это полное отрепье, а сами сирийцы вполне достойные люди, что такое ощущение, что коллективный запад специально разваливает чужие страны, чтобы одним из побочных для себя приятных финансовых эффектов получить вот этих беженцев, на которых можно распиливать реально невероятные суммы. Собственно говоря, на наших тоже сейчас неплохо распиливают. И кто этим занимается? Элитки, которые думают о своих карманах, вместо того, чтобы думать о всем народе в целом. Я вспоминаю совсем недавнее стояние на белорусско-польской границе большой группы беженцев из таких стран, как Афганистан, та же Сирия, Ирак. Они же просили тех же поляков, мы не хотим к вам, мы хотим в Германию, нас туда позвали, откройте нам просто коридор. Поляки не открывали этот коридор и наоборот стали возводить стену, там сейчас лоси гибнут на границе с Польшей, потому что колючку построили, животные не понимают, что происходит. Нет, это был больше политический вопрос. Нельзя было позволить Лукашенко вот на этом вот пиариваться, нельзя было дать в руки политические козы. Конечно же, дело было не в беженцах, а тем более не в их количестве. Дело было в политическом аспекте и в том, кто будет пилить огромные бюджеты на этих самых беженцах. При этом сами беженцы никому не нужны, никто их не интегрирует, никто не пытается общаться с ними как с людьми, сегрегация жесточайшая, в общем, мы все знаем все эти прелести. И спрашивается, вы именно для этого разбомбили страны этих людей, чтобы потом на них еще и заработать, вернее, и на своих напрашивает соответственно, да. ограбив свои народы в пользу беженцев, на которых вам наплевать и на которых вы просто пилите бюджет. Вот это коллективный запад во всей своей красе. И все теперь убедились, что он именно таков и никакой другой. А что творится с этой бытовой русофобией, что уже толпы людей хотят, даже которые там по 20-30 лет прожили, возвращаться на родину, подальше от этого бреда, потому что их детей гнобят в школе, ах вы русские, хотя эти дети вообще ни в какой России, даже в большинстве своем сроду не были. Казахстанские немцы жалуются, что их обзывают русскими, хотя они больше немцы, чем сами немцы. Но там же они же сильно не различают, главное, что ты говоришь на русском. Да, им же наплевать, какие мы там. Посветлее, потемнее, даже узкоглазые, а главное выпуск советские, вы все равно русские, полевать нам какие мы там. И мы вас будем гнобить, потому что мы на самом деле фашисты и русофобы, и никуда это не делать за 80 лет. Если говорить об этом отношении, вот мне попался на глаза опрос, который публиковала, ну, скандально известное сатирическое издание Шарли Эбдо, французское. Я сейчас просто процитирую формулировки. Возможно, вы видели, может быть... Видела, конечно. ездить на украинцах, да, 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 но для тех, кто, может быть, не видел, я скажу это вслух. В общем, они провели опрос среди французов, готовы ли, мол, французы принимать у себя украинских беженцев, и один из вопросов сформулирован так. Украинец стучит вам в дверь, что вы будете делать? Первый вариант. Отвечу, что у меня уже есть курт и афганская борзая. Второй вариант. Ответа. Пошлю к тете, она как раз любит животных. Ну, и третий, я запрещаю своей сестре открывать двери. Это такой самый такой лайт вариант. Ну, как по мне, ну, это оскорбительно для украинских людей, но это очень мягко сказано. Это более чем оскорбительно, и вместе с тем это никого не останавливает, тех, кто стремится уехать на Запад, а тем более, как мне кажется, среди тех миллионов, которые сейчас наводнили Европу, масса людей, которых вы правильно говорите, которые, не все, конечно, но добрая часть, которые, собственно, бегут не от войны, а используют просто эту ситуацию, чтобы таким образом переместиться более-менее легально в Европейский Союз, получить там какие-то привилегии в виде пособий и так далее, и так далее, и возможно, каким-то образом там уже и остаться. После одного такого опроса, если бы я был украинцем или гражданином Украины, я бы слово Франция просто вычеркнул отовсюду, где оно вообще есть, из лексикона или на карте бы замарал его, ну, потому что это оскорбление. Понимаете, это очень странные люди, вот, когда с ними разговариваешь, даже с довольно продвинутыми, вот, но вы же понимаете, что никакие мы не независимые, что мы колония, коллективного запада, что к нам относятся как с собаком, то есть кидают какие-то там объекты, но в губку не пускают, потому что мы желудливые, мы какие-то не такие, что вот только обещают, мы вас возьмем, Евросоюз и НАТО, вот мы вас, типа, беженцами возьмем, дадим вам пособия, несколько сотен евро, на которые невозможно прожить и все такое, то вас оскорбляют, унижают, что все эти сказки про то, что, типа, мы за Украину, а посмотрите на реальные отношения, вот Шарлеев Дон написала вам полным текстом открытым, у них один ответ, лишь бы не с Россией, то есть их вот настолько накрутили, что их могут унижать, оскорблять, обманывать, использовать просто как таран против России, лишь бы не с Россией, просто эмоциональное вот решение, лишь бы против России, но почему, чем это обосновано, обосновано, но вот против и все, и хоть убейся, их настолько накрутили на вот это эмоциональное, ничем не обоснованное, не прагматичное решение, что их ничем нельзя переубедить, потому что, когда воздействуют на глубинные эмоции, никакая логика тут уже не сыграет, и они готовы действительно терпеть, что их приравнивают к афганской борзой, лишь бы не с Россией, ну вот просто больные психические люди, причем это массовое зомбирование, я думаю, что Геббельс в аду аплодирует стоя тем, кто вот это вот все придумал и реализовал. Что должно произойти, как на ваш взгляд, чтобы все-таки какой-то нашелся какой-то паритет, силы достигли какого-то баланса, и где-то пролегла, возможно, новая граница сферы влияния интересов Запад-Восток, и хоть на какое-то время, ну понятно, что это не навсегда в любом случае, мы так устроены, но на какое-то время в ближайшем обозрев будущем наступил все-таки мир. Ну, обратите внимание, все ведь идет по нарастающей. Боррель только совсем недавно сказал, что конфликт может быть разрешен только военными средствами. Раньше там все в обилие, что дипломатия все еще имеет шанс, хотя все прекрасно понимали, что никакого шанса у дипломатии уже давно-давно-давно нет. Потому что коллективный Запад абсолютно уверен в своей победе точно так же, как когда-то был уверен Гитлер. Чем закончил Гитлер, благодаря нашим великим предкам, мы все знаем. И вот до тех пор, пока коллективный Запад все еще уверен в возможности своей победы, он никогда не пойдет на то, чтобы остановиться, зафиксировать убытки, успокоиться и начать договариваться. Вот Си Цзиньпин постоянно всех пытается призвать к разуму, рассказывает, что все мы плывем на одном корабле, я думаю, вы слышали его в последнем время, чтобы швыривать кого-то с этого корабля, мягко говоря, неправильно, нелогично, нерационально, потому что мы действительно не можем никуда улететь на другую планету, Земля наш общий дом. Это и так понятно, эти люди, которые пытаются вот это вот делать разделение, они не правы. Я вот думаю, когда Си Цзиньпин придет от слов к делу, уже его обвиняют, что якобы Китай помогает России, то обвиняют, то опровергают. То есть, я думаю, что мы просто пока еще в самом-самом-самом начале конфликта. Конечно, он нам уже задоел уже хуже горькой рейтки за все эти почти два месяца, но на самом деле в исторической перспективе похоже на то, что мы только в самом зародыше. Как бы это ни было печально. И мы же не знаем, кто там на самом деле стоит на позиции, воюем до последнего украинца, а потом до последнего европейца. Они надеются отсидеться за лужей, то и за Атлантическим океаном. Бриты традиционно надеются отсидеться на своем острове. Ну, они забывают, что есть уже такие вот вещи, как Сармак, что есть еще и внутренние противоречия, что невозможно свои народы до бесконечности накручивать на всю эту военную повестку. Ну, вот я думаю, что рэперной точкой будут выборы в Штатах в ноябре. Мы посмотрим, что произойдет, когда демократы полностью потеряют власть. И вот тогда, возможно, появится новая возможность для диалога, когда в Америке фактически досрочно сменится власть. Возможно, республиканцы окажутся более вменяемыми. Но вот эта вот демократическая партия, мы все ее знаем, которая и затеяла весь этот блицкрик на Россию, на Китай, она не остановится. Вот есть у меня чуйка, они не остановятся, потому что я за этим отребием наглым наблюдала очень-очень давно, как они постепенно захватывали Украину по всем фронтам и превращали ее в солары, к сожалению, при благостном наблюдении и непротиводействии России. Вот теперь посмотрим, если мы благополучно доживем до ноября под чучелом под тушкой, я думаю, только тогда появится какая-то возможность каких-то переговоров все-таки на основании здравого смысла, а не только вот этого безумного быкования, что мы у вас заберем все активы, мы вас задушим санкциями, мы сделаем то, другое, пятое, десятое, мы сломаем все памятники, мы оскорбим все ваши святыни, а надеяться на то, что мы их разгромим до ноября, было бы слишком самонадеянно. Они все-таки действительно очень-очень сильны. Поэтому я раньше ноября никаких прогнозов делать не берусь и скорее всего думаю, что раньше никаких конструктивных переговоров быть не может. Не с кем переговариваться, мы им геем дело реально с инфернальными безумцами, которые все бросили в эту топку этой войны коллективного Запада с Россией и Китаем. Ну, важно самим сохранить здравый смысл и трезвый рассудок в этом плане, мне кажется. Коль уж заговорили о Китае, есть мнение, что на самом деле все то, что сейчас происходит, это такая война в долгую собственно Соединенных Штатов с Китаем. Я думаю, они уже потеряли темп, уже поздно, вот просто тупо поздно, коллективный Запад это кобра из Маугли, которая пережила свой яд, они опоздали, хотя на самом деле нападать на нас, на Россию, Белоруссию, Украину, им надо было лет через 20-30, еще сильнее отравив нашу молодежь всеми своими всем дозападными ценностями и дождавшись пока умрет последний ветеран. Вот если бы у них была экономическая возможность подождать еще хотя бы 10-20 лет и только потом на нас нападать, возможно, они достигли бы успеха. Но им пришлось из-за своих экономических проблем сделать фактически фальстарт. И даже при этом в фальстарте они безумно сильны, и нам придется очень сильно побороться в традициях наших великих предков, чтобы их разбить на голову, как в 45-м. вот такая у них была дилемма. Раньше нападешь, еще люди способны к объединению, еще помнят своих великих предков. Позже нападешь, а Китай совсем сильный, вот такая незадача. И поэтому они выбрали момент, какой могли, обломались в Белоруссии, то есть уже они поздно прыгнули, ну и получилось так, как получилось. Не подрасчитали, бывает, переоценили свои силы и ресурсы. Интеграционные объединения на постсоветском пространстве, по мнению многих, и я с ними согласен, именно сейчас должны наполняться новым содержанием, ну и их деятельность. В первую очередь я говорю о союзном государстве Белоруссии и России, ну это как самая, наверное, скажем так, развитая форма интеграции, которая сегодня есть. Естественно, Евразийский экономический союз. И в целом, как говорят многие экономисты, сейчас мир как бы движется к такой кластеризации, что ли, и вот тут может образоваться новый кластер и экономический, и геополитический. С этой точки зрения, как вы смотрите на то же союзное государство Белоруссии и России, на Евразийский экономический союз, каковы перспективы этих объединений? Мы все держим за вас кулаки, поверьте, вся адекватная Украина просто держит кулаки, мы понимаем, насколько много нужно преодолеть препятствий на этом пути, потому что все-таки за столько лет серьезно разбежались и много всяких интересов нужно примирить и согласовать, но мы все просто молимся всем известным нам богам, чтобы у вас хоть что-то получилось, потому что если будут продемонстрированы преимущества, если люди будут довольны этой интеграцией, то, конечно же, будет расти количество желающих во всех постсоветских странах присоединиться. И самое веселое в этой ситуации это позиция коллективного запада. Ах, объединяются Россия с Беларусью, это плохо. Ну да, когда Евросоюз объединяется, это прекрасно, а когда Россия с Беларусью, вы не понимаете, это другое. Да, это другое. Это лицемерие, наглейшее, это просто вот уму непостижимо, как находятся люди, у которых вмещается в голове, что Евросоюз это хорошо, а вот объединение в союзное государство России и Беларусь, это почему-то плохо. А почему плохо? А потому. Поэтому мы все держим за вас кулаки, даже не сомневайтесь. И надеемся, что какие бы там ни были противоречия, все-таки хватит ума и мудрости понимать, что или мы их преодолеем, или мы все будем разбиты по одиночке нашим замечательным коллективным западом, который все еще, к сожалению, сидел. Ну и говоря о коллективном западе, что с этим делать? Все больше такое вот ассоциации поведения этих людей напоминает такое, знаете, поведение дворового хулигана, которому просто пока еще просто... Домника самого натурального отбитого надлого, который давно не получал по башке с 45-го года. И который понимает только силу, к сожалению, и какие-то слова, увещевания и здравый смысл здесь особо не работают. Я с 14-го года говорила, что не удастся с ними договориться. Они не договороспособны, у них в подкорке не прошито договариваться. Для них договор это только выгодный для них. Они не умеют играть в игру победитель-победитель. Они играют только в игру, мы победители, вы проигравшие. Я начальник, ты дурак. Не умеют они во взаимовыгодность. С ними нельзя договориться. Их можно только разбить на голову, как в 45-м. И по-другому просто никак. Они не договороспособны. Точка. К сожалению, пока так. Но все-таки не хотелось бы, знаете, как многие говорят, вспоминают 45-й год, мы можем повторить. А все уже, уже некуда идти. Все, мы уже в той стадии, что поворот невозможен. Они поставили себя именно так, как поставили. И окрасили себя в те цвета, которые окрасили, как говорил наш замечательный мэр Кива Виталик Кричко. Если люди публично плюют на наши святыни, то наверняка они хотят идти до конца. А как иначе? Как они вообще хотят, чтобы с ними кто-то разговаривал после того, как они наплевали на наши святыни? Хочется пожелать всем нам крепости душевной, да и физической, наверное, все это пригодится нам. И все-таки подумать о том, что каждый из нас может сделать для того, чтобы мы снова жили мирно и спокойно. У нас нет другого выхода. Во всех других случаях мы погибнем все вместе. А если объединимся, то имеем все шансы повторить 45-й. Я не готов погибать, я думаю, вы тоже. И большинство из ваших зрителей и слушателей уверен, тоже не собираются этого делать. Поэтому, как говорили во время войны, наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Чего искренне всем нам желаю. Спасибо огромное, Татьяна, за этот разговор и за ваше мнение. Редактор субтитров